Геноцид в 1920 году является болью и трагедией нашего народа. Поэтому все памятные мероприятия должны пройти на высшем уровне, сказал Анатолий Бибилов. Весь мир должен узнать, что все это время геноцид осетин замалчивался. Замалчивался, чтобы скрыть преступления Грузии против осетин, как национальности подчеркивают. И, как мы все с вами знаем, все это прикрывалось определенной классовой борьбой. Все говорили, что это война между меньшевиками и большевиками, но почему-то меньшевики и Грузии уничтожали только осетин. Значит, это не может считаться классовой борьбой. Это может считаться и, в принципе, так и есть уничтожение осетин. Мы должны использовать все возможности, выступать на различных площадках, чтобы трагедия осетин была, наконец, услышана. Госсоветник президента Константин Кочев высказал три основных принципа, по которым должен основываться подход к каждому мероприятию. А именно память народа, признание геноцида и возрождение Южной Осетии. Первые шаги, они уже сделаны. И наш парламент обратился к соответствующей инстанции, к Российской Федерации. И мы знаем, что наши абхазские друзья, они признали уже геноцид. Есть уверенность, что это признание, оно будет шириться. Это не закончится в один год, в 2023 год. Это будет продолжаться до тех пор, пока весь мир не признает. Мы никогда эту нашу память не потеряем. Мы ее сохраним на все будущие поколения нашего народа. Члены комиссии рассмотрели представленные образцы эмблемы 100-летней годовщины геноцида стинского народа. Было отмечено, что необходимо определиться с логотипом геноцида, чтобы начать работать по билбордам, баннерам и иным визуальным материалам. Довольно большое количество работ, они абсолютно все разные. И сегодня самое главное определиться с логотипом, с эмблемой геноцида, для того, чтобы уже завтра, так как времени вообще уже нет, мы начали разработку билбордов, баннеров, иных визуальных вещей, которые необходимо будет продвигать. То же самое это будут, они указаны в фильмах, эти логотипы. Логотипы будут указаны на билбордах, на остановках, наклейки на машинах, значки, которые будут изготовлены. Глава государства отметил, что необходимо привлекать международных представителей, проводить конференции с участием историков, деятелей науки Осетии, российских и зарубежных учёных. Президент там помнил, что 2020 год объявлен годом памяти жертв геноцида. В связи с этим все мероприятия должны проходить до конца года. И надо увеличить тематические мероприятия по всем министерствам и ведомствам. Мы просто хотим довести до европейского, в первую очередь, европейского сообщества, насколько во все времена политическая элита Грузии была кровожадна по отношению к Осетинам. Вот это самый главный посыл, который мы должны довести. Что касается информационного сопровождения, важно больше писать, рассказывать о фактах геноцида и, что не менее важно, работать с иностранными журналистами. Эльвиря Дебилова, Заур Устаев, Тамерлан Кустраев. Информационный выпуск сегодня.